А приторговка фруктов, она была настолько удовлетворена, что всю корзину с драгоценными камнями в Емону оставила и ушла. Щелла Города говорит, вот в этом стихе говорится, в каком состоянии она была? Здесь описывается, и вам брата, сваприяна, макритва. Когда джива принимает брату, брату обещания, как самое дорогое для своей жизни, что Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, 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 Маха Мантруна принимает, как самое дорогое для своей жизни. Бриджата Нурага Имя Бхагавана слаще сладкого и благоприятное, и самое благоприятное из всего благоприятного. Имя Кришны слаще сладкого и полезнее всего полезного Мангал обозначает «полезный». Нармарэээти Кришна, но оно уничтожает все грехи. Да, оно полезного, слаще, слаще. А почему же мы не чувствуем сладкого? Причина в этом в том, что в моих прошлых жизнях мы получили много плохих самскар, совершили много оскорблений, и поэтому вкуса Святого Имени чувствовать мы не способны. Оно, конечно, слаще, чем сахар, но для того, чтобы чувствовать сладость, для этого нужно иметь здоровую печень. Если человек болен, желтухой, не особен, он чувствует сладкий вкус. Но все равно надо принимать понемногу. Так, постепенно принимая, печень излечится. Каким образом? Уйдет невежество, уйдут аппаратхи. И тогда только все выздоровеет, печень выздоровеет, и мы сможем сладкость почувствовать. Тогда можно выздороветь. Да, имя Господа сладкое. Продолжение следует... Таким образом, когда оно входит в наши уши, в наши рупагасаны, это хочется еще больше иметь ушей, миллионы ушей. Это притом Ахарач молился. Почему же мне Господь... Не, труба Господь писал. Почему же мне Господь только два ухода? А если Святое Имя входит в сердце, то там все чувства, в нашем сердце находятся все чувства. Они просто замирают. Стамба, они как... Остолбивают от изумления. Имя Кришна... Бенгальский говорит, понимаете... На бенгальском говорит... Петер Павел... Ты знаешь, у нас вот только... То есть только когда ты сам осознаешь, насколько оно... Тогда ты можешь только объяснить... Шилла Бхаттюна Тахур говорит... Имя-то Бхагавана сладкое, но неспособно мы чувствовать, что нужно... Оно Динджана Тава Намм... Оно Динджана Тава Намм... Оно Бхаттюна Тахур говорит... Оно Диване Тава Намм... Есть правила... Это не так, когда тебе это вздумается. Нет, тут правила нужно выполнять. Важно просыпаться в определенное время. Нужно, чтобы вся деятельность, она бы уже была расписанная по времени. Ты каждую деятельность в свое время выполняешь. Это называется правило. Следовать правилам и предписаниям. А потом нужно громко. Он с утра просыпался в 3 часа, брал четки. Я слышал, он из сердца громко повторял. Харе, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Рамо, Харе, Рамо, Рамо, Харе, Харе. И с глубины своего сердца повторял. Чтобы из глубины своего сердца, О, Раде, с молитвой. Где я ваш, Севака. Но я сейчас в этом материальном мире, в этом океане страданий. Пожалуйста, дайте мне служение. Вот с этим молитвой он повторял из глубины своего сердца О, Харе, Рамо. Поэтому оно, Тава, Нама, Кришна, постепенно, постепенно, благодаря такому повторению, будет приходить вкус. Если нету вкуса, садитесь и повторяйте. И вот прямо из сердца осмысленно повторяйте имя Бога. Тогда постепенно, постепенно, процесс будет работать. И постепенно, постепенно будет уходить и невежество, и аппаратхи, и плохие самскары. Некоторые люди, они просто повторяли свое имя, а потом убрали мало. То есть, как после нескольких, некоторого времени. Говорят, ой, ничего у меня не получается. Нет смысла от этого повторения святого имени. Но чья это ошибка там? Ваша собственная, этого самого собственного человека. Вера у Него не хватает. Когда не получаем результаты, это не вина святого имени. Это наша собственная вина. Поэтому вкус не приходит. Нужно, чтобы была твердая вера. Обязательно наступит такой день. Святое имя войдет в мое сердце. Но для этого нужно... То есть, для этого процесса нужна твердая, непоколебимая вера. Если человек просто ради пробы будет повторять святое имя, не получит он результата. Только когда... Потому что это растет постепенно. Наша проблема только в том, что у нас не хватает веры. Из-за этого мы не способны получать результаты этого процесса. Только из-за нашей нехватки веры. Немножко какие-то проблемы в жизни, мы сразу уходим. Мы только плохое видим во всех, хорошее мы не замечаем. Нет, баджин обозначает это, когда я свой процесс, я повторяю все это имя, со своей верой, независимо от того, что наружу происходит. Если человек попробовал расагула, ему уже не нужно убеждать о том, что у нас сладкое. У него слюнки и так, естественно, потекут при слове расагула. Подобным образом, что же такое святое имя? Джурай Бхагати Пран, Святое имя, оно чистое всегда, могущественное. На Бенгальском есть Кирта. Сколько раса Кришна Рнаме? Я даже не знаю, сколько. Когда мы из сердца повторяем святовину, тогда никакие трудности не способны будут вывести нас из практики. Посмотрите, сколько людей пришли в храм, а потом постепенно уходят. Почему нирмах? Только те, которые живут в храме, они очень-очень, они очень удачливы, Шила Прахупада говорил. Те, кто, когда Шиле Прахупаде говорили, о, ну, те, которые уходят, же так много людей, Шила Прахупада говорит. Я не удивляюсь того, что уходят. Я удивляюсь, что те, которые в храме, они остаются. Вот это я удивляюсь. Что говорили, Шила Прахупада? Что Бахти, оно очень редко. Бачин. Шила Гурдев говорил. Одну жизнь нужно отдать. Если ты принял Барамачари, то ты должен оставаться в храме. Это же как дом. В обычном доме, в обычном доме грехаски, что они утром встали, чай пьют. А в храме ты Манглара тебе делаешь, ты Харинам повторяешь. Потом тут Кирта, потом тут Кадха, потом тут Прасад, потом ты еще повторяешь Святое Имя. То есть получается в итоге ты с пяти часов, пять часов у тебя занято служением. Ты уже умней занимаешься лечением другим. это не какая-то дешевая вещь. Вот если человек, Гурдев говорит, вот эти вот санскары очень важно получить в течение жизни. Это очень важно, важно природу такую развить. Это непростая вещь, то, что Прабхупада мат установил. Дева, Дева, то, что на небесах у Дева, у Дева так не обрести, то, что на Шиволоке не обрести. Можно обрести в Матте, не обрати. Таким образом, нужно принять обе, что я не оставлю Хари-бачан. Баби, смогу все оставить, все, что угодно, но только не бахта. Это брата саприя нама, крик вам. Так повторяйся ты, джата анурага. Сначала анурага не приходит. А потом постепенно это накапливается в сердце. И тогда только анурага приходит. Дрита чинита учая. Когда в сердце, повторяю, хари нам, что происходит? Най нам, галадашу дхарая, гаданам, гададару. Когда и голос будет содрогаться при повторении святого имени, и дрожь, и спарина по коже. И когда же я испытаю на себе это состояние, а если я не испытываю этого, значит, оскорбление совершаю. Имя Бхагавана, поэтому не дает такой силы, от которой все тело входит в такое состояние. Что же делать тогда? Да, мы хотим быть безумными, безумными по Кришна-премии. Еще иначе Криват Хитагур говорит. Когда такие безумцы, кто плачет, то смеются. Почему? Потому что в сердце мы словно начинаем наблюдать сериал о Раде и Кришне, как по телевизору. Нам, а гун, а рупа, лила начинают проявляться. Чила Прабхупада говорит, будь Сахачия, что делают? О, в Говинда-ли-ламрите, если описано Ашта-яма, и Сида-бабы рассказывают это. Они говорят, рассказывают о том, в какой период, какие лилы Кришна совершает. Сегодня, они говорят, сегодня, например, Кришна пошел пасти коров на Нандагау. Потом, сегодня Кришна пошел в такой-то лес. В Говинда-ли-ламрите все это описано. И если такой человек будет это говорить, люди будут обычно считать, о, это Сида-баба. Они же будут считать сразы, о, какой великий. О, сегодня Кришна на Раде-кунде. Или на Кришна пошел на Сурья-кунде. И люди верят в этом. Нет. Почему Госвами лилы не рассказывают? Потому что обычные мирские люди, слушая них, будут развивать мирское впечатление. У Кришна Ананта-ли-ламрите бесконечное количество лил. Сколько он лил совершать в течение дня? Вам нам, Госвами, говорится? Там наша Гуроварка, она только лишь на мелк делает. Только капли из этих лил рассказывается. И для того, чтобы туда войти, нужно в процессе следовать. У Бхагавана бесконечное количество лил. Это, кришна Анта-кунде. Здесь описаны стадии, которые человек шаг за шагом идет к этому совершенству. Сувя Прагопада говорил, что Муропадишам это что же это? Это говорит оружие против Сахаджи. Есть правила. То есть описан процесс, например, как, когда к ним приходишь, а они сразу дают те манджари, эти манджари, как бы еще бабы даются, какая у тебя одежда. А потом, через несколько дней, Шерлхава говорит, некоторые из них потом говорят, о, видишь, что лил, рада и конца. А на самом деле смотрят, как женщины там умываются, у них Камабасана в сердце появляется. Потом становятся греховастами. Сахаджи. Муропадиши. 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 Это сухое. Все. Сухари. Там нет рагомарка, там не дают гопи бхаву, там только говорят, хари, нам повторяйте, утром. Неверевственные люди, а потом получается по факту, что они побыли несколько дней в Манчаре и уходят. Получил ты Айкадыши бхав, ну, а ну, есть ли у тебя качество для того, чтобы медитировать об этом? Потом-то ничего не останется, потом они чай пьют, и какую-то сигаретку курят, живут с маточами. А Айкадыши бхавы получены. Там же разные грифы в моей деятельности, а потом они думают, о, не работает мантра от этого бобы. А то я к другому бобе и получил у него мантру. А тот дает другое имя, другие Айкадыши бхавы. Да, он попробует это. Поэтому... Ну, потом в итоге человек просто теряет веру, даже свою небольшую веру, и возвращается в свой дом к родственникам. Поэтому нужно знать, что нужно проходить процесс очищения сердца. И только тогда уже будет естественным образом проявляться. То есть процесс стоит на то, чтобы на укрепление веры и на очищение сердца, а не туда запрыгивать. Айкадыши бхавы, когда совершался бхавы, мы видим, что Радхарани пришла собирать цветы. Кришна, а Кришна, уже увидев, завидев ее, он опустил, опустил ветку одну, под тяжестью своей ноги. А Радхарани-то не видит. Ой, какая красивая ветка, и как много цветов. Она одну руку держит ветку, а другой собирает. А Кришна как раз убрал ногу, и Радхарани взмыла воздух, держась за ту ветку. Она заплакала, что спасите. Гопи смотрели на это. О, там Кришна, Кришна спрыгнул. А, вот это кто устроил. Кришна спрыгнул. Сказали, чтобы она спрыгала и поймала Радхарани. Все, Рупа Гасвами засмеялся. Рядом с ним прошел Кришна, который хромал. Он посмотрел, Рупа Гасвами смеется над его хромотой. Ой, какой большой саду. Точно такой же, как и все остальные. Рупа Гасвами, он получал даршан лил. Но, потому что Кришна обиделся на него, и Рупа Гасвами прекратился даршан лил. Потому что Вашнава аппаратка, она так работает. И Вашнава говорит, Шарупа Гасвами засмеялся над лилами Кришны. А потом у него лила закончилась. И Вашнава говорит, То, что мы медитируем искусственно на лилы Кришны, это не спонтанное еще. Вот когда они сами в сердце проявляются, это спонтанное. Оно сватаха, и филила абсолютно свободное. То есть, когда они сами приходят по своей собственной воле, в наше сердце, это братам сваприянама критого. Вот тогда, когда анурага приходит, приходит только когда сердце чистое. Но тогда и будет то состояние, когда голосы драгаться. И тогда человек спонтанно смеется, а даршана Кришна или плачет. Даршана в Чакарате так говорит, а какие даршаны получают, когда человек смеется. Например, однажды Кришна собрался воровать масло в дом Гопи. И вот эта Гопи, она замысловала подождать его, подкараулить и самой схватить. Кришна подкрадывался, смотрит, никого нет. И она так, каким образом она спряталась его поджидать. Четыре часа прошло, никого нету. А потом Кришна пополз. Начал уже масло есть. И Гопи говорит, ой, так обрадовалась, видя его. Она была так счастлива видеть, как Кришна ест масло. Выскочила и схватила его. А я-то думала, я к себе забрался есть масло. К себе, говорит, собрался, да? Спутал дома. Я схватила Кришну за ручку и накручила ухо. Уже хочет связать его. А Кришна. У Кришны кожа очень нежная. Не получается даже связать. И Гопи. И говорит, Кришна, не умеете вы завязывать узлы там. Давайте я вам покажу. Ты что-то меня будешь учить? Да, конечно. Не умею коров связывать. Один узел хороший сделал, второй, третий. Кривих очень все затянул. Все залги. Ой, ну молодец. Ладно, я поделаю. Сухадев, Госвами, Брахмагиани. Брава, будет, это будет, Урукраме. 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 И Лилы Бхагавана сказывают даже самых освобожденных личностей, таких как Рама, Мьяни, Нарада, Шукадыева, Гасами. Никто их... Гопи говорит, «Развяжи меня». «Вы знаете, я только научился узлы завязывать пока. Я еще не умею их развязывать». И убежал радостно. «Кришна вас, Кришна вас, Кришна вас». «Висуна Чакрварти так вот». «Кришна, Исап Лила Картне, Кришна». «А, Исап Лила, вот такие Лилы могут проявиться в сердце». «Ха-ха-ха-ха». И тогда предерно он начинает смеяться над этой шуткой Кришны. А потом иногда плачет. Почему плачет? А потом... Вот сегодня я точно его поймаю. И Гопи пошла на иммуну. Он подходит к себе в амбару и смотрит, и Кришна ест. «Кришна, Кришна, 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 Кришна». «Сегодня я сейчас запру его сейчас в амбаре на ключ, приведу Ишоду и сама я покажу, как он тут приходит ко мне и масло ест». Она закрыла его наружу, взяла с собой ключ и пошла к маме Ишоде. А тут Кришна играет в доме у мамы Ишоде. «Как это возможно?» «Подождите, я же Кришну в амбаре за горло». «А тут он как оказался?» «А что, у нас два Кришны, что ли?» «Вавраджа». Заходит к себе во двор и говорит, Кришна там, и увидит там третьего Кришну, который играет с ее ребятишками. «Это как возможно?» Она как смотрела, смотрела на все это, смотрела, смотрела. Кришна подходит и говорит, «Ты не понимаешь. Ты думаешь, что я только к тебе в дом захожу. Я и каждый день захожу в дом всех гопи. Кришна не видит Кришны, когда Даршин Кришна такое счастье несет, с которым не сравнится счастье, умноженное в миллионы раз от освобождения Брамананда». Кришна Чаква так говорит, «Сколько людей на земле существует?» «Если все счастье, которое они испытывают, вместе сложить, то это будет маленькая капля по сравнению с океаном, который на сварге. Там на сварге, если все это сложить, это будет просто капля, когда в Браманде освобождение получаешь. Но даже если все счастье, освобождение, это тоже просто несравнимая капля, то есть когда ты получаешь Даршин Кришну. А когда Кришна, поэтому, когда уходит с вида, то тогда Кришна начинает плакать. Куда же Кришна ушел? Он разлука по Кришне самая сильная. Тогда он и Родати плачет. Родати и Гауди. Там два смысла. Когда Саддхак начинает плакать, потеряв из виду Кришну, он готов расстаться с жизнью. И уже прана выходит из него. И Кришна не выдерживает этого и дает ему свой Даршин. Он только сделался невидимым, а потом Кришна, это как в Гопе Гиде, Кришна вроде как исчез из вида, а потом появился. И так он тоже появляется, и он опять появляется в сердце у преданного. То есть он плакал, плакал, а потом он смеялся. Это как человек, который потерял миллионы-миллионы рублей, а потом вдруг нашел. И вот такое счастье, которое он при этом испытывает, можно сравнить с тем, когда ты снова получаешь Даршин Кришну. Когда он начинает прыгать из счастья, люди также преданного получал Даршин Кришну, плакал, летал, а потом начинает танцевать из счастья, когда снова получил милость Кришне. Так же, как Кришна появляется, когда же настане тот день, когда я из обычного человека стану пронсцендентным безумцем когда баба появится в сердце такое даже битваны глубокомыслящие мужи не могут в состоянии описать словами для того, чтобы стать безумцем мы совершаем свой бачу так человек вот этим стихом объяснял состояние плода бачана это когда ты то плачешь, то смеешься, то танцуешь сейчас Санджай Прабу будет говорить его хинди я не понимаю ой, у нас нет перевод на лист смотри, у нас есть человек все тебя рады и слышать что ты написал 9-13, прям и просада вообще-то уже не поменяли вы не знали а я-то не перевал я не знаю а я-то не перевала а я-то занимаюсь а я-то стархана Михайле а сам вы готовы буди-ди-ди а все а я-то а я-то а Харе Кришна, сейчас мы разберемся с переводом. Вон она говорит. Субтитры создавал DimaTorzok Харе Кришна, дорогие друзья, на этом наш перевод сегодня будет закончен. Встретимся вечером. Харе Кришна.